Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр и это канал Команда ГОСТ Плюс. Многие подписчики часто нас спрашивают, каким кабелем мы работаем. Ведь понятное дело, что мы не покупаем новый кабель на каждый новый объект, а за время своего существования перепробовали практически весь ассортимент, выбрали кабель, который максимально нам подходит. И сегодня мы ответим на тот вопрос, каким кабелем все-таки работает Команда ГОСТ Плюс, и более того, мы посмотрим, как этот кабель производится, как его испытывают на заводе, и самое главное, зададим все интересующие нас вопросы производителю. Более того, за моей спиной сейчас находится Ленинградский вокзал, и это неспроста. Мы с собой забираем отсюда Антона Тимофеева из Питера, после чего мы проследуем в аэропорт Домодедово, где мы заберем Михаила Чистякова. И, соответственно, у нас сегодня суперакция, четыре блогера по цене одного, потому что за штурвалом стабилизатора сейчас находится Николай Поляков. В общем, я думаю, будет интересно, поэтому досмотрите до конца и поехали, собственно говоря. В общем, все, Антон и мы забрали, сейчас поедем за Мишей Чистяковым. Так, Мишу в аэропорте не успели снять, не смогли встречу заснять. У нас тут доброе утро, доехали, нормально, забрали Михаила еще, успели завербовать свою команду. Так же скоро поедем на завод, посмотрим, что там есть. Сейчас мы возьмем интервью у самого главного эксперта команды Госплюс Антона Тимофеева. Вот это удивленное лицо я потом на стоп-картре поставлю. Бери, бери, бери. Собственно, мы с вами оказались в Смоленске, долго не будем наводить интригу. Это завод Concorde, кабель которым мы пользуемся на постоянной основе. Сейчас мы с вами посмотрим производство, посмотрим технологический процесс, испытания и, собственно, на том и будет строиться наше сегодняшнее видео. Поэтому, думаю, будет интересно. Поехали дальше. Ну вот так мы две драконные 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 уже жили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используем только сумкованную ленту, потому что с ней работать проще, она чище и коррекционная стопкость у нее указирована. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На его поверхности, ну, скажем так, ну, вот это вот уже пограничное состояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зовут меня Репцев Николай Александрович. Я заместитель директора по маркетингу и связи с общественностью в компании «Конкорде». Когда на кабеле написано просто ТО, это плохой кабель. Когда просто ГОСТ, хороший кабель. А когда и то, и другое, народ теряется. Народ теряется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я людям вынужден неприятные новости сообщать, что ребята вас на АГИА кололят. Поэтому это самая большая, самая страшная и самая смешная для гердокабельного рынка, это кабель по ГОСТу. Фактическое сечение и номинальное сечение – это разные величины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это так быть должно. Я расскажу. Ну, как оно есть, сейчас мы с вами обсудим. При нечестности она не бывает только по пятницам. Если люди мухлюют, они мухлюют везде и во всем. Это однозначно уже жизнь показала. Ну, есть еще один такой момент нехороший. Разрешено все, что не запрещено. На массовом рынке кабельных изделий, которые мы производим, не мы все. Ни горючих кабелей нет. Если кто-то и предлагает это, то шушуй тихонечко. А вот коммерческие рычаги, да, мы хотим скидки 20-40%, и что, как его, ретро-бонус сейчас появился, такая тема, это узаконенные откаты по итогам года. Тогда что, на что вы все опаните? Гофрей или без, собственно говоря. Своей точки зрения производитель. Какое заявление мне сделать, которое вы не сможете проверить? Стирать все свои видео. Все ошибаются. Но тема будет дешевая сердика. Гост, это хорошо и клево. А Гост плюс, это еще блэк-жекличнюхи. Нет, он с аузором нам нравится. Спасибо вам большое за информацию. Да, очень интересно. Интересно. Ну, я не думаю... Чего не найти, это я сразу говорю, то есть уникальный контент, уникальная информация. Ну, я надеюсь, что сегодняшним днем у нас все не заканчивается и не учитывается. Конечно нет, потому что мы с вашим кабелем работаем уже много лет, и, собственно, переходить на другое тем более не собираемся. Тем более, мы съездили, посмотрели производство. Мы сегодня поняли, что мы с кабелем не ошиблись на 100%. По модульке 10-15 производители уже надоело все это обговорили неинтересно, а здесь первое. Вы знаете, добавлю реплику такую, убедившись в сложности кабельных изделий как таковых, вы сложите изготовление в нюансах вообще сборки вот этого устройства. Я понимаю, что менять вот производителя кабель, это вообще глупо. Ну, это очень плохая затея, то есть настолько тонкая вот грань изготовления, что... Да, это езда на велосипеде такого своего рода. Да, что надо быть очень осторожным при выборе, потому что ранее предполагалось, что все-таки более просто это устроено. Тут настолько нюансов много, что... Вот выбор модульного оборудования, казалось бы, который тоже считает за безопасность, оно более простое по своей сути, чем вот выбор кабельного изделия, который вот прям, казалось бы, просто кабель, да? Эта специфика, она не видна, она непонятна. Из-за этого вот, как бы, смотря со стороны, как бы, несколько по-другому оценивается. Дело в том, что не изготовление кабеля, а изготовление качественного кабеля. Ну, естественно, конечно, вот там, где ТУ, брать это нельзя. Что, Михаил, можно пару слов, как у тебя впечатления от поездки основные? Что-нибудь? Учили очень много новых знаний, подробных. С этим, да. Впечатления просто замечательные от завода, от общения, от коллектива, который работает на этом заводе, от руководства. Но надеюсь, что эта поездка была не последняя в город Смоленск. Кстати, как у тебя-то впечатления от поездки, Антон Геннадьевич? Вообще, я в полном восторге, то, что это первая, скажем так, компания, производитель кабелепроводниковой продукции, которая обратила внимание на обычных смертных, на электриков, на конечных потребителей, скажем так. Это первая компания вышла на диалог с нами, на создание какого-то контента. Я за этот один день узнал больше, чем, наверное, от команды Госплюс за два года. Нет, все классно, вообще замечательно, молодцы. Погода, конечно, подвела. Отлично съездили в Смоленск. Прямо буквально у нас есть чуть-чуть времечко тут прогуляться. Ну, в общем, общее впечатление от поездки. Я столько полезной информации не получал за такой короткий промежуток времени, пожалуй, ну, пожалуй, что никогда. Материалы для видеороликов нам хватит, наверное, на год вперед, вот, учитывая нашу производительность в этом плане. Получили множество положительных эмоций. И еще раз повторюсь, самое главное, информацию, которой нигде нет, нигде этого не найти. Это можно только вот так вот приехать на завод и лично общаясь с представителями завода, с работниками лаборатории, которым, кстати, огромнейшее спасибо. Они нам взорвали мозг, но это того стоило. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я думаю, нас ждет много интересного впереди. Всего доброго, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!